Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы «События». Это самые интересные новости недели. Студия Олеся Корецкая и коротко о главных темах. Тот цветущий и поющий яркий май. Более полумиллиона самарцев приняли участие в праздновании Дня Победы. Где отключат воду и перекроют дороги. В Самаре приступили к масштабному ремонту инженерных сетей. Кошмарили бизнес и оказались за решеткой. В Самаре вынесли приговор банде, которая почти год не давала спокойно спать коммерсантам. Историческое событие для речного флота. Между Самарой и Тольятти теперь курсирует судно на подводных крыльях «Восход». Пополнение в благородном семействе. Ягуар Нуар подарила самарскому зоопарку двойню. Самара отметила День Победы. Более полумиллиона жителей региона приняли участие в празднике. Главным событием стал парад на площади Куйбышева. В нем участвовали 27 воинских расчетов, больше 60 единиц военной и исторической техники, а также все самарцы, вставшие в строй бессмертного полка. В этот день даже погода благоволила Самаре. В отличие от других городов европейской части России, где шли дожди и было непривычно холодно, в столице 63 региона весь день светило солнце. Было тепло и ясно. Обо всем по порядку в нашем сюжете. Парад начинается. В автомобилях времен Великой Отечественной на площадь прибывают самые главные участники – ветераны. 72 года прошло с того победного дня 9 мая 45-го. Несмотря на преклонные годы, эти люди сохраняют молодость и бодрость духа. Я горжусь, что я живу в этом городе. Я очень рад и доволен с сегодняшним мероприятием, с такими грандиозными парадом. На трибунах десятки тысяч самарцев с таким размахом День Победы отмечают уже несколько лет. Но именно в этом году Самара встречает праздник в статусе города трудовой и боевой славы. 233 жители запасной столицы были удостоены высшей награды – звания Герой Советского Союза. 36 воинов стали полными кавалерами Ордена Славы. Я хотел бы пожелать всем самарцам, чтобы мы приложили максимум усилий для того, чтобы быть достойными памяти тех людей, которые создавали наше общее богатство, которые оберегали нашу страну. По площади маршируют почти 2000 человек, 27 парадных воинских расчетов. Это солдаты 2-й гвардейской армии, Национальной гвардии, полиции и МЧС, а также курсанты военных учились и юнормейцы. За пешей колонной на площадь выходит механизированная. Зрителям демонстрируются современные образцы вооружения – танки Т-72 и бронетранспортеры. В параде участвует почти 30 единиц военной техники. Следом за танками и БТР по площади прошли система залпового огня «Град», а также ракетный комплекс «Искандер». В это же время над площадью проносятся бомбардировщики Су-24 и вертолеты Ми-8. Вслед за современной военной техникой на площадь выезжает колонна исторических машин с участниками военно-патриотических клубов в обмундировании 40-х годов. А в небе парят самолеты времен Великой Отечественной. Самая трепетная часть парада – на площадь выходит бессмертный полк. Его строю шагают и взрослые, и дети, почетные жители и простые самарцы. Все объединились в единый строй с портретами своих родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Гордость за своего дедушку, за наших родителей, дедушек, бабушек. Классно. Эмоции переполняют. Это очень здорово. Колонна бессмертного полка растянулась на сотни метров. В строю прошли, по разным данным, от 40 до 60 тысяч самарцев. Праздник и радостный, и одновременно очень горько за все события, которые происходили. И хотелось бы, чтобы никогда больше люди этого не знали. А вечером на площади Куйбышева прошел большой праздничный концерт «Мы едины в победном строю». Самара, как город, как запасная столица, сделала очень многое для того, чтобы эта победа состоялась. Это величайший праздник для нашей страны, для меня, для моих родственников, для моих детей. Десятки тысяч жителей пели песни военных лет вместе с самарскими артистами и творческими коллективами. Специально на концерт в честь Дня Победы прибыл актер и кинорежиссер Сергей Маховиков со своей творческой программой. Завершились празднования Дня Победы грандиозным салютом. Олеся Корецкая, Максим Вусев, Григорий Плешаков. События. Год за два. Подготовка Самары к зиме проходит в усиленном режиме. В этом сезоне планируется переложить рекордную протяженность теплотрассы – более 10 километров. В прошлом году заменили всего 4 километра. Ускоренный темп взяли, чтобы не оставлять недоделки на год чемпионата мира по футболу. Проведение работ в исторической части Самары обсудили на совещании, которое провел первый заместитель главы города Владимир Василенко. Подрядчики переходят на круглосуточный режим работы в две смены. Это одно из условий, которые необходимо выполнить, чтобы успеть завершить земляные работы на участках до начала дорожного ремонта. От теплоснабжающих организаций требуют работать согласно жесткому графику. Перекрывать автомобильное движение будут единожды на Волжском проспекте в районе гостиницы «Волга». Проезд будет ограничен с 12 мая на 7 дней. На других участках вскрывать асфальтовое дорожное полотно не будут. Эти улицы, которые мы сегодня обсуждали, ремонт теплотрасс, они попадают под ремонт. Если мы сегодня не начнем работать, значит мы тогда не обеспечим ремонтной работы в строительный сезон дорожникам. Поэтому и двухсменная работа, и по каждому набору работ, касается, должен быть составлен ежедневный график. Вот он есть, как мы обозначили проблему, с 11 по 15 июня. По каждой позиции вида работы должно прописано начало и окончание работы. И мы берем жестко на контроль. За решетку вслед за главарем в Самаре осудили банду, которая около года по заказу запугивала предпринимателей. Обвинительный приговор выслушали 8 человек, и у некоторых сдали нервы. Алина Чемельс тому свидетель. Так называемая банда Потапова, по версии следствия, орудовала в регионе с декабря 2014 года. Ее основатель Максим Потапов создал преступную группу, едва освободившись из колонии. За сообщниками далеко ходить не стал и привлек бывших заключенных. Банда просуществовала всего год, работала по заказу. Преступников задержали во время очередного разбоя. Первыми за решетку отправились лидеры, а все за ними и остальные. Чтобы ваши близкие и страны отдали. Слышали? Я сейчас камеру. Вы разобьете фашку, придурок. Слышите, че? И снимаешь, выключи. Так подсудимые реагируют на только что вынесенный обвинительный приговор. Главарь банды Максим Потапов осужден на 9 лет в ноябре прошлого года. В тюрьме и трое его подельников. Сегодня судят тех, кто только исполнял заказы. Мишенью разбойников были предприниматели, с которыми хотели свести счеты их конкуренты. В деле шестеро потерпевших, но их может быть гораздо больше. Поджигали автомобили, избивали. Ну все за определенную плату. Стреляли. Людей наносили телесные повреждения с помощью оружия. И последние преступления 2 сентября 2015 года они совершили разбойное нападение на Сарафанову на автотрассе Урал-М5 между Самарой и Тольятти. На Стольятти перевозила определенную сумму денег. Они на нее напали, прострелили ей ногу. Ну и в результате завладели крупной суммой денег. После этого случая и начал распутываться преступный клубок. Оказалось, что кроме разбоя было и убийство. От рук бандитов погиб их же сообщник. Тот, кто мог его убить, сейчас в розыске. В ожидании приговора подсудимые пребывают в бодром расположении духа. И пытаются общаться с теми, кто по ту сторону решетки. Один просит перерыв. По состоянию здоровья. Правда, замечая журналистов, чувствуют неожиданный прилив сил. Мне, пожалуйста, я очень вас прошу. Прямо секунду. Виновными суд признал всех. Двое получили условный срок. Остальные от 5 до 8 лет лишения свободы. Того, кто еще полчаса назад пытался разбить журналистам камеру, берут под стражу в зале суда. Мужчина, который уже был судим, видимо, ожидал такого исхода. На оглашение приговора он пришел с большой сумкой. Но далеко не все обвиняемые готовы смириться со своей участью. Слишком суровым наказание сочли и адвокаты. Возможно, приговор будет обжалован. У нас окончательное наказание назначено в виде 7 лет лишения свободы. Мы не согласны с квалификацией его действий. Орган предварительного следствия считает, что он совершал разбойное нападение. Однако доказательств этому нет. По дальнейшему обжалованию планируем обсудить позицию со своим доверителем. И уже будем решать, подавать апелляционную жалобу или нет. Также суд постановил взыскать троих обвиняемых в общей сложности почти полтора миллиона рублей. Но это не предел. За потерпевшими остается право потребовать со своих обидчиков компенсацию морального вреда. Алина Чемерис, Константин Головин. События. 9 человек арестовали, 5 килограммов наркотиков изъяли. Таковы результаты проверок, которые проводят самарские прокуроры вместе с представителями добровольной народной дружины. Под прицелом реклама запрещенных веществ, которую наркодилеры не стесняются размещать прямо на фасадах зданий. Что грозит тем, кто продает и покупает наркотики? В репортаже Алина Чемерис. Сейчас эти надписи едва различимы. После проверки их закрасили. Информацию о своем товаре продавцы зелья размещают прямо на фасадах. Чтобы реклама не стала двигателем наркоторговли, сотрудники прокуратуры регулярно выходят в рейды. В этом году провели уже две проверки. Во всех районах города десятки нарушений. Уже удалось найти девятерых человек, которые могут быть причастны к размещению рекламы. Они арестованы. Им грозит тюрьма. Наказание ждет и тех, кто просто покупает и хранит у себя товар. В зависимости от количества приобретенного либо хранящегося наркотического средства ответственность предусмотрена в виде лишения свободы на срок от трех лет до 15 лет. Идет не только реклама конкретно наркотического средства, но и интернет-площадок, на которых осуществляется торговля наркотическими средствами. В основном реклама идет синтетических наркотиков, спайсов, солей. Активности наркоторговцев можно позавидовать. Едва исчезают прежние надписи, как появляются новые. И это сильно настораживает жителей. Это очень плохо. Потому что умирает население из-за этого. И там всякие болячки возникают, зависимости, дела. Надо с этим бороться правильно. Если ребенок видит, что люди курят, спрашивают, что такое. Конечно, вопрос, если наступает о наркотиках, конечно, это опасно. Конечно, плохо детям и всем окружающим. В результате проверок у продавцов запрещенных веществ было изъято 5 килограммов наркотиков. Теперь наркодилеры могут отправиться за решетку на срок до 20 лет. Алина Чемерис, Григорий Плешаков, События. Потушить огонь за считанные минуты. Добровольные пожарные дружины и команды со всего региона соревновались в профмастерстве. Отряды для борьбы с огнем создают из числа неравнодушных жителей там, куда в случае возгорания не смогут вовремя подоспеть основные силы пожарных. В прошлом году добровольцы выезжали на ЧП около 400 раз. О смельчаках от народа репортаж Алина Чемерис. Надеть спецодежду, развернуть пожарный рукав, приступить к тушению. На соревнованиях очаг возгорания условный. Но здесь, как и на реальном пожаре, важна каждая секунда. Фаиль Зарипов уже пять лет добровольно тушит пожары в одном из сел Камышлинского района. Говорит, там много полей, потому горит чаще всего трава. Сегодня делится погода, усложняет пожарным задачу. В реальных условиях огонь пришлось бы тушить несколько часов. Такой ветер, надо было бы побегать много, потому что трава густая, везде все почти ничего не пашется, везде все проросло, бурьян везде. Поэтому очень трудно, очень даже. Иногда ветер дует в другую сторону, хоп, обратно и на себя пошел. Сегодня в профмастерстве соревнуются в общей сложности около 30 добровольных пожарных команд и дружин. Разница в том, что у первых есть спецмашина, на которой они подвозят воду, вторым, чтобы потушить огонь, нужен водоем. На турнире вместо него специальная емкость. Судьи оценивают скорость, мастерство и слаженную работу участников. Успех команды на соревнованиях определяет не только быстрота, но и меткость. Бить струей нужно точно по мишени, чтобы наполнить цистерну, от которой срабатывает датчик. В реальных условиях борьбу с огнем тоже нужно вести прицельно, чтобы быстрее потушить пожар и выиграть время. Отряды добровольцев формируют в деревнях и поселках, куда не могут быстро добраться основные силы пожарных. Принимают и обучают всех, кому есть 18. Заступив на службу, быть на связи предстоит круглые сутки дежурить прямо из дома. В прошлом году в регионе добровольцы своими силами потушили около 400 пожаров. Это почти пятая часть от общего числа ЧП. Добровольные пожарные – это практически во многих сельских поселениях – это те люди, которые первыми приходят на помощь, подают так называемый ствол первой помощи. Ну и, соответственно, от их слаженной профессиональной и своевременной работы зависит, примет ли пожар угрожающие размеры, будет ли его дальнейшее распространение. На соревнованиях среди пожарных команд и дружин лучшими стали добровольцы из сел Подгорное и Елховка. Победителям и призерам вручили ценные подарки. Алина Чемерис, Артем Сулайманов, События. На урок «Вместе» итоги федерального социального проекта подвели в Самаре. Цель акции – привлечь внимание школьного сообщества к проблемам изоляции детей с инвалидностью и развить инклюзивное образование, когда ученики с ограниченными возможностями здоровья ходят в обычные школы. Проект охватил два десятка заведений Самары, Нижнего Новгорода, Казани, Ростова-на-Дону и Екатеринбурга. Что удалось сделать за год работы, расскажет Лариса Шалафаст. Учиться в школе на равных могут все дети, уверены организаторы социального проекта «На урок вместе». В рамках акции школы разных городов страны при финансовой поддержке бизнеса оснащают необходимым оборудованием. В Самаре это 33-я и 101-я школы, где теперь есть интерактивные доски, специальные места для детей с нарушением зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата. Это хороший пример для остального бизнеса, что вопросы инклюзии, не только образования, инклюзии вообще, они должны решаться комплексно. И до тех пор, пока мы не поймем, что включение каждого из нас в жизнь общественную, социальную, политическую, невозможно, если мы это не будем делать вместе. Сейчас в Самаре порядка полутора тысяч детей с инвалидностью, и по-прежнему большая часть ребят учатся на дому. Обучение по программе инклюзивного образования проводит 139-я школа. Сейчас в учебном заведении наравне с остальными учатся 70 детей с ограниченными возможностями здоровья. Задача на ближайшее будущее – сделать инклюзивное образование более доступным. Родители имеют право выбрать любое образовательное учреждение. Он может прийти и сказать, я хочу учиться со своим особым ребенком, давайте говорить так, вот в этой школе. И наши педагоги, наши коллективы должны быть к этому готовы. Вот этот переворот сознания, он должен проходить и как можно более активно. Я все время говорю, что неизвестно, кому это вообще больше нужно. Тем деткам с ОВЗ или детям нормы, которые, попадая в такую обстановку, они особым образом меняются. Обсудить лучшие педагогические практики в инклюзивном образовании учителя самарских школ собрались на Большом общегородском совещании, итогом которого станут конкретные предложения для Министерства образования области, педагогического сообщества и родителей, воспитывающих детей с инвалидностью. Лариса Шлафаст, Станислав Левин, События. Теперь в Тольятти можно добраться за два с половиной часа и без пробок. Впервые после 19-летнего перерыва открыли скоростной маршрут по Волге. Пассажиров из Самары будет перевозить судно на подводных крыльях в восход. В пути оно останавливается в Ширяево и Зольном. Подготовлены уже и маршруты для туристов с посещением культурного центра «Богатырская Слобода». В первый рейс восхода отправилась и Валерия Макарова. В 8 утра первые пассажиры маршрута Самара-Тольятти собираются на речном вокзале, где их ждет восход 02. Этому судну на подводных крыльях уже 41 год. В 2016-м областное правительство выделило 29 миллионов на его капитальный ремонт. А всего таких судов в Самаре три. Восстановление восходов и возвращение их на речные линии в реч в порту называют историческим событием. Прямое водно-транспортное сообщение на скоростных судах между Самарой и Тольятти восстановлено после 19-летнего перерыва. Более того, в самом порту Тольятти в последний раз скоростные суда на местных линиях эксплуатировались в 2000 году. То есть мы и в Тольятти впервые после 17-летнего перерыва приводим скоростной флот. Сейчас восхода совершают два рейса в день по пятницам, субботам и воскресеньям. А в июне они будут ходить каждый день. В будущем на основе этого направления планируется создать экскурсионные туры. Уже подписан договор на открытие маршрута Самара-Тольятти-Богатырская Слобода. Его и показали журналистам. Гостей в Слободе встречают хлебом с солью. Дальше подъем в гору, и мы оказываемся около стен крепости. Тут в деталях воссоздали антураж 10 века. От бытой архитектуры до богатырских боев. Я уже занимаюсь этим третий год. С удовольствием обучился оружию богатырскому. И мне это нравится. Плюс еще тема такая, святорусское богатырство, история, все это вот по мне. Не только боями и старославянскими играми привлекают туристов. Местные мастера известны своими ладьями. Сейчас строится судно с трехглавым змеем Горынычем. На такой ладье вполне могли плавать наши предки веки примерно в 10-м. Это судно строится соблюдением всех исторических технологий. Их принимали у карельских мастеров. Оттуда же из Карелии пришло и дерево, сосна для этой ладьи. Спускать на воду планируют уже этим летом, в начале июля. И тогда головы змея Горыныча будут уже совсем не такие. Это только лекала, а объемные. Сейчас их мастера делают в цехах. Интерес туристов к национальному парку Самарская Лука, где в том числе расположилась Богатырская Слобода, растет с каждым годом. Это подтверждает и статистика. На сегодняшний день, по итогам 2016 года, более 300 тысяч только официальных туристов посетило территорию заповедника, национального парка. Это те, кто приобрели официально туристические путевки. В 2009 году объем путевок был порядка 18 тысяч. С мая по сентябрь в восходы должны перевезти 30 тысяч пассажиров до Тольятти. Еще два скоростных направления – это Самара-Ширяева и Самара-Сызрань. Валерия Макарова, Василий Колдашов. События. Праздник на высоте полета. В День Победы на аэродроме Бобровка состоялось зрелищное авиационно-спортивное шоу. На представление приехали сотни зрителей со всей области. Организаторы предлагали всем желающим совершить воздушные прогулки. Гвоздь программы – фигуры высшего пилотажа в исполнении группы «Русь». За полетами черных альбатросов наблюдал и Олег Зверев. Эти боевые альбатросы летают только в мирных целях. Знаменитая пилотажная группа «Русь» в День Победы прилетела из Вязьмы в Бобровку, чтобы поздравить с праздником жителей Самарской области. Зрелищное небесное шоу требует особо тщательной подготовки и только высшей летной квалификации. Главное, чтобы было красиво и безопасно. Это первое, на что мы обращаем внимание. И мы для того, чтобы людям приносить радость. Легкие реактивные штурмовики Л-39 уносятся в небо под аплодисменты зрителей. Сначала они отправляются выступить в Тольятти, чтобы через полчаса вернуться в Бобровку. А пока зрителям предлагают выступление спортивных самолетов Як-52, демонстрационный полет исторического ПО-2, а для желающих самим подняться ввысь прогулочные полеты на вертолетах. В этом году на авиашоу собралось как никогда много зрителей. Многие приехали с детьми. День Победы. Показать нашу силу и технику. Очень важно это, чтобы именно он понимал всю жизнь и осознавал реальность. Они сегодня явно в ударе. Весь свой праздничный восторг пилоты показывают в фигурах высшего пилотажа. Для зрителей это захватывающее зрелище, а для летчика – свобода в небе, возможность показать все, на что ты способен. С Днем Победы зрители поздравляют парашютисты. Во время прыжка они разворачивают знамя Красной Армии и российский триколор. Все они с большим опытом, но все же признаются, что выступать на праздничном шоу – особо ответственная миссия. Это большая честь для меня, для моих родных, для нас всех парашютистов, да и в принципе для всех, кто выступает на таких торжественных мероприятиях. Я благодарен нашим дедам за то, что они победили. И вот в небе над Бобровкой снова появляются главные герои представлений – пилоты Л-39. Больше полутора ста таких машин сегодня стоят на вооружении в российской армии. И фигура высшего пилотажа внушает уверенность в боеспособности страны. Мы поздравили таким образом и жителей Тольятти, и жителей Борск, и самарчан с великим днем, с нашей победой продемонстрировали, что наши вооруженные силы и наши летчики по-прежнему являются серьезной силой и по-прежнему могут выполнять сложнейшие задачи и защищать нашу страну. Нынешнее авиашоу стало не просто зрелищным, но и самым массовым, так что по окончании представления на выезде с территории аэродрома собралась многочасовая пробка. Олег Зверев, Григорий Пешаков, События. Даже хищники умеют любить. В Самарском зоопарке пополнение. У пары ягуаров, нуар и кексы – вновь потомство и впервые двойня. Родились котята совсем маленькими, меньше килограмма весом. Сейчас они уже размером со взрослую домашнюю кошку. Впрочем, то, что эти детеныши не последние, сотрудники Самарского зоопарка даже не сомневаются. В браке ягуары уже пять лет, но их любовная лодка не разбилась обыт. О высоких чувствах, которым не помеха даже клетка. Марина Кравцова. Малыши-ягуары впервые на публике. Но никакого стеснения. Вверх берет любопытство. Пятнистые крохи обнюхивают телекамеры и прыгают на объектив. Котятам всего месяц и весят они чуть меньше трех килограммов каждый. Здоровье и аппетит отменные. Кормят маленьких ягуаров, как детей, из бутылочки с соской. По расписанию каждые четыре часа, даже ночью. Котят уже переселили в отдельные апартаменты. Так проходит социализация диких животных. В будущем им предстоит много общаться с людьми. Это первая двойня самарских ягуаров. Малыши космические. Родились они в ночь на 12 апреля. Братья и сестра сильно отличаются. И по характеру мальчик более активный и капризный. А девочка поспокойнее и по внешнему виду. Девочка светлее и побольше размером. У родителей пятнистого ягуара Кекса и черной самки Нуар – это уже четвертое потомство. Двое первых детенышей уехали работать в цирк. А Азар, который родился в прошлом году, пока остался в Самаре. В зоопарке живет неподалеку от родителей. Между Нуар и Кексом – настоящая любовь. У ягуаров именно самка делает свой выбор. И подходящего мужчину черная кошка искала долго, пока не встретила Кекса. Да и мужик он нормальный по сравнению с предыдущим, который пока приезжал к нам в гости. Он очень даже хороший. И возили ее когда в гости тоже к другому самцу. Тоже не очень понравился. А вот этот прям, говорит, нравится. Люблю я ее. Нуар, которую сотрудники зоопарка ласково называют еще и плюшкой, любительница поесть. Отчего набирает лишний вес. Периодически ее сажают на диету. А заботливый Кекс в эти голодные времена отдает подруге свою еду. Так и нажили уже пять детей. Маленькие двойняшки пока безымянные. Вскоре они уедут из Самары в другой зоопарк или цирк. Там им и дадут имена. А пока взглянуть на детенышей одного из самых больших хищников из семейства кошачьих приглашают всех самарцев. Следующий выход в свет у маленьких ягуаров состоится 13 мая. Марина Кравцова, Станислав Левин. События. Это были самые заметные события уходящей недели. Читайте нас в Твиттере. Смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Хороших вам выходных. И пусть дела идут в гору. Смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Смотрите на экранах своих смартфонов.